В отель Emirates Palace Abu Dhabi, но мы сейчас начнем с Дубая. Я вам расскажу про наш замечательный отель, который находится в самом сердце Дубая. И дальше уже по окончании мы потихоньку будем ехать в сторону Abu Dhabi. Наш отель это Mandarin Oriental Jumeirah Dubai. Он находится на первой береговой линии на территории Jumeirah Beach. Это Jumeirah зона 1. Первое. Вы можете заметить, если вы из таких известных достопримечательностей, как Mercato торговый центр, как территория La Mer, то мы находимся в очень близкой доступности. Можно даже сказать в пешей доступности. Торговый центр Mercato находится через дорогу от нашего отеля. А дальше вы видите самое большое сооружение, это Бурдж-Халифа. То есть по локации наш резорт, он находится в самой близкой доступности к центру города. По центру города мы подразумеваем всю территорию вокруг Бурдж-Халифа. Это Даунтаун Дубай. И от нашего отеля это занимает максимум 15 минут езды. В первую очередь, конечно же, когда гости приезжают в отель и заходят в отель, они увидят, сталкиваются с лобби. Лобби у нас просто замечательные. Это 14 таких роскошных деревьев, которые выстроены в ряд и провожают всех гостей от входа в отель до территории нашего лаунжа. И дальше можно уже выйти на территорию бассейна и наслаждаться аутсайд-террасой. Вот как она выглядит, наш бассейн. Он самый длинный бассейн. Его для нас составляет 30 метров. В общей сложности у нас 5 бассейнов на территории отеля. 4 бассейна – это вы видите, где, значит, неподалеку. Дальше 5 бассейн, я вам о котором расскажу позже. Как на территории отеля, как на территории бассейна, так и на территории пляжа у нас есть кабаны. В данный момент я хотел бы вас тоже проинформировать о том, что у нас происходит определенная работа на территории отеля. Это связано с улучшением определенных частей. У нас в данный момент пляж закрыт. Пляж закрыт до середины июля. Что у нас будет? У нас будет увеличиваться количество лежанок, у нас будет увеличиваться количество кабан. У нас будет с двух сторон кабана. У нас добавятся королевские кабаны. То есть это все уже будет доступно гостям, скажем, начиная уже сентября месяца. Но на данный момент у нас также присутствует пляж. У нас есть альтернативная, которую мы предлагаем нашим гостям. И также в Айккар они доступны для всех гостей, если хотят воспользоваться этим. Комната у нас в общей сложности 251 комната. Она начинается в категории супериор и заканчивается президентскими и королевскими люксами. Все комнаты, они очень просторные. Развещение во всех комнатах это 2 плюс 2. То есть на данной фотографии вы видите, как выглядит наша супериор комната. Она у нас идет как первая категория. У этих комнат нет балконов, но у нас есть в определенных категориях это французские балконы. У них невероятная панорама открывается на город, на территорию Бурдж-Халифа. И вот, в принципе, как она и выглядит. Дальше по категориям у нас идет Делакси и Вирум. Я для вас выбрал несколько категорий комнат, чтобы вы определительно видели или понимали разницу, как они выглядят. Чтобы вас тоже время не отнимать, потому что категорий комнат у нас много. Но я с удовольствием буду рад отправить вам презентацию тоже, чтобы она у вас сохранялась на базе. В случае, если будут дополнительные какие-то вопросы. Делюкс комнат у нас, они также в свою очередь делятся на 2 категории. Есть комнаты с видом на Бурдж-Халиф, а также есть комнаты, которые смотрят непосредственно на море. Как выглядит у нас Junior City View Suite? Это те комнаты, которые находятся посередине отеля. Отель построен в форме буквы У. И они видят непосредственно море. Такие комнаты, они размещение, опять-таки, в себе позволяют 2 плюс 2. Их квадратный метр этих комнат, это 87 квадратных метров. Очень даже просторные. Дальше у нас идут Skyline View Suite, 72 квадратных метров, которые только смотрят на вид. Вот на этой презентации, кстати, вы можете увидеть полностью, какой вид открывается на город. И самое изюминское именно этих комнат, это когда по вечерам все эти оконки начинают гореть. И вы просто сидите на балконе, наслаждайтесь всем этим видом, подкрывая ячейок. У нас есть категория Seaview Suite. Это те комнаты, которые полностью имеют вид на море. Что еще хорошо, то что во многих категориях, как со стандартной, со стандартными, так и свиты со свитами. В свиты со стандартными можно сделать connecting option. То есть к этим комнатам Seaview Suite мы можем дополнить еще Deluxe View комнату. И мы можем еще дополнительную комнату добавить. То есть у нас получается 2 бедрума или же даже 3 бедрума. Это моя самая любимая категория комнаты. Она называется Mandarin Seafront. Она очень просторная, 160 квадратных метров. Эта комната, она находится на передовой части отеля. То есть она имеет угловую локацию. Видит, если выйти на балкон, и территорию бассейна. И если выйти на другую часть балкона, вы полностью видите море. Что хорошо и в чем привилегия нашего отеля тоже, я вам так скажу. То есть смотря из балкона или же лежа на кровати, вы полностью можете видеть горизонт. То есть перед вами, перед отелем не происходят какие-либо стройки. То есть открывается панорама, полнейшая на море. Это просто невероятный вид и наслаждение. Дальше есть у нас категория комнат, как 2-bedroom CV Suite, у нас есть 2-bedroom Premier CV Suite. И вот как они выглядят. То есть это гостиная комната данной категории. Дальше это его гостевая комната. Мы можем к данной категории, например, присоединить одну стандартную комнату и еще один Mandarin Seafront, который вы видели в предыдущем слайде. То есть у нас получается 4-bedroom Suite и как выглядит этот Mandarin Bedroom. На данном слайде вы, в принципе, видите то, о чем я вам говорил, какие категории у нас с какими могут коннектиться. То есть насчет коннектинг оптина ни в коем случае вы можете не беспокоиться, потому что при наличии, при проверке, конечно же, мы на месте вам 100% гарантию делаем. Мы всегда постараемся, чтобы вашим гостям было удобно. Мы будем их стараться размещать всегда на больших этажах, в середине локации, чтобы у них открывалась невероятная панорама и пид. Здесь на слайде вы можете увидеть, как наши стандартные суеты со суетами могут коннектиться, и также суеты со стандартными комнатами. Я отправлял эту информацию многим нашим партнерам, потому что нам посчастливилось приехать в Казахстан в мае месяце, и я даже, наверное, со многими с вами встречался лично. Мы после этой поездки поработали и подумали, что можно сделать. И, соответственно, мы сделали эксклюзивные предложения именно только для казахстанского рынка. Что здесь происходит? То есть он уже доступен, он 12 июня по 13 сентября, по 30 сентября будет действителен. То есть здесь у нас на все партнерские контрактные цены прилагается 30% скидок. У нас детская возрастная категория, это до 12 лет было, но мы его увеличили до 16 лет. И плюс, что мы сделали? Для того, чтобы и детки, и родители могли наслаждаться во время своего проживания, мы добавили во все категории комнаты бесплатный доступ в клубный лаунж. Я вам сейчас расскажу о том тоже, как это выглядит, то есть что представляет из себя клубный лаунж. Ну, коротко говоря, это завтраки автоматически здесь включены, здесь более улучшенные завтраки. Здесь можно, например, найти черную и красную икру, определенные виды манго, которые привезены специально из Японии, и также другие и продукты, и фрукты. Дальше здесь входят с 14, 30 до 16 эксклюзивный полдень из 5 блюд, и по вечерам это вечерние коктейли из 3 вида канапе. То есть он с 5 до 70 часов действителен. И здесь у нас такой free flow premium alcohol. То есть это все, соответственно, входит в цену. Вот как выглядит наш клубный лаунж. Он находится на пятом этаже. Он имеет невероятную панораму на город. Это закрытый лаунж. Сюда имеют доступ только те гости, которые имеют, соответственно, к чим категориям комнат доступен в вход в клубный лаунж. Вот как выглядит он изнутри. Завтраки у нас сервируются в форме буфе. А также, как я уже сказал, и полдники, и вечерние коктейли, они все уже будут доступны всем нашим гостям. Ресторанов у нас в общей сложности 6 ресторанов. О седьмом я вам тоже расскажу. Рестораны у нас разных предлагают разные мировые кухни. У нас есть португальский ресторан, есть японский ресторан, есть средиземноморский. Этот ресторан The Bay является главным рестораном. Он идет как All Day Dining. Завтраки сервируются в данном ресторане. У него открывается невероятная терраса. На данной фотографии вы можете видеть, как терраса у нас открыта, но мы ее, в принципе, уже оградили, чтобы создать более приватную зону. Например, после 30 сентября у нас также предлагают всем гостям шиши. То есть гости просто наслаждаются шишей, сидя на террасе, или же они могут просто позавтракать на этой территории. Ресторан Нашташка, который учрежден Хвасабилизом, это его первый международный ресторан. Вы можете также нас поздравить. Мы недавно получили нашу первую Мишелинскую звезду. То есть этот ресторан уже официально является Мишелин-старт-рестораном. То есть гости уже, которые и так знали про этот ресторан и, соответственно, узнали об этом. Мы с нетерпением ждем всех вас. Также, если вам тоже посчастливится приехать в Дубай, я буду очень рад вас всех встретить в этом ресторане, а также вас познакомить с нашей кухней и с нашими коллегами, которые создают все эти изысканные блюда. Вот наша звезда, это Хвасабилиз, он как раз-таки человек, который именно работает постоянно, придумывает какие-то композиции, чтобы создать вау-эффект для всех наших отелей. В чем является прелегия этого ресторана? В том, что этот ресторан имеет два вида. То есть у него одна сторона открывается, это тот, как в начале я вам в презентации сказал, что у нас есть еще пятый скрытый бассейн. Вот этот пятый бассейн находится на территории этого ресторана. У него он открывает невероятный инфинити вид. И вторая часть его смотрит на город. То есть вы просто представьте, какая атмосфера здесь царит во время Нового года. То есть кости, они сначала приходят в сторону бассейна, а по вечерам они приходят в эту часть и просто наслаждаются фейерверками, которые с двух сторон создают красоту. Следующий наш ресторан, это тоже очередной известный ресторан во всем Дубае, это Nezso. Он японский ресторан, он работает только по вечерам на ужин. И в чем его пролегия? В том плане, что здесь самые вкусные блюда, самые вкусные, как жарят мясо. Мясо, вот этот огонь, который вы видите, называется обжарка мяса в стиле прояки. То есть там рисовая струна, шеф бросает в огонь, получается вот такой всплеск, и в этом всплеске они жарят вот этот маслое мясо, где он за собой сохраняет и сочность, и вкус. И вот даже вот эта территория, где видите, за столом именно наши есть определенные кости, которые прочитать здесь, именно здесь, и наслаждаться, как все это происходит. Ставить телефон, снимать все инстаграм, делиться в стори. Это реально создает тот вау, о котором кости, приезжая в Дубай, хотят увидеть и запомнить. Седьмой ресторан, о котором я вам говорил, я не знаю, многие, наверное, из вас знакомы с этим рестораном, для многих это будет новшеством. Но этот ресторан, он у нас открылся с 19-го года, то есть он должен был работать до февраля этого года, мы его продлили до мая, а потом он уже должен был вернуться на Ибицу. Но просто спрос на него такой огромный был, что менеджмент решил привезти его обратно. И с удовольствием сообщаем, что ресторан Sublimotion, он возвращается в наш отель. Он будет действительно в Мандарини-Ориенту в ноябре 2022 года. То есть, если, например, у вас есть гости, для которых вы хотите забронировать этот ресторан, уже сейчас на ноябрь, декабрь, вы с удовольствием можете обратиться к нам, и мы будем рады вам помочь. В чем привилегия данного ресторана? То, что вот как выглядит стол, и вот, в принципе, как и выглядит ресторан. Это видеоролик, я вам сейчас постараюсь его тоже показать. То есть, здесь за одним большим столом сидят 12 костей. Шоу длится 2 часа. Почему я называю это шоу? Потому что здесь выдают 12 разных блюд, и каждое блюдо в форме разного шоу. То есть, один из видов, это как вы сидите на борту самолета, вам привели еду. Второй момент, это как вы в каком-то куполе сидите. То есть, там разные сценарии, и для того, чтобы просто сифровать одно блюдо, 25, вы представьте, коллег, которые вовлечены во весь этот процесс. То есть, он совмещает в себе и изысканные блюда, а также это шоу-программа. И в чем привилегия также, это шеф-повар, который создал эту концепцию по коронсеру. То есть, у него, его ресторан также владеет двух мишелиновскими звездами. То есть, каждый гость, который приходит, наслаждается этим экспириенсом. Он оставляет за ними очень хорошее впечатление. Здесь цена стоит, она недорогое удовольствие. Она стоит 5000 дирхам, это где-то выходит в долларов 1370-1400 долларов. Но всем агентам мы выплачиваем 5% комиссии. То есть, от каждой резервации, которую вы делаете для ваших кассей, вы автоматически получаете 5% комиссии. Я сейчас постараюсь вам включить этот видеоролик. Спасибо. Спасибо. Этот ресторан реально умеет создавать фауэффект. Здоров, такого в ресторану в Дубай нет, поэтому вы с огромной уверенностью можете предлагать. Если вам даже видеоролик нужен, я могу вам и по WhatsApp скинуть и по линку, а также вы можете найти его на YouTube-канале. То есть, есть и первый action, и второй action. И, соответственно, у нас уже с выходом третьего сезона мы приготовим новые маркетинг-презентации, видео, и, соответственно, с вами тоже об этом обязательно поделимся. И также вдобавок хочу вам рассказать про наши спа-услуги. Соответственно, Mandarin Oriental, он как глобальный мировой бренд, он держится на двух китах. Первый – это гастрономия, на чем обычно фокусируются отели Mandarin Oriental. Второй – это спа-экспириен. Как и в других отелях, наш спа тоже отличается тем, что мы предлагаем разные виды массажа, разные виды процедур. У нас спа находится прямо над рестораном The Bait, над главным рестораном. Соответственно, у него есть своя терраса, у него непероятный вид открывается и на море, и на территории бассейна. Есть гидромассаж. То есть, все услуги, которые гости хотят просто прийти на сходист, они могут, конечно же, это все сделать. То есть, начиная от four hands, от stone, facial massage – это все, соответственно, предлагается нашим гостям. Я благодарю вас за ваше внимание. Сейчас я хочу передать слово своей коллеге Анастасии. Здравствуйте. Еще раз просим извинения за технические неполадки, которые случились. Итак, отправляемся мы в Эмиратс Палас в Абудабе. Скажите, пожалуйста, вы видите мой экран? Так, загружается. Да, видно. Отлично. Тогда начнем. Давайте представим, что мы находимся сейчас в Абудабе в отеле Эмиратс Палас. Я думаю, многие из вас с ним знакомы. Многие из вас, возможно, бывали ранее, вот особенно в период до пандемии, поскольку рынок Казахстана – это очень большой рынок для нашего отеля. Эмиратс Палас был построен в 2005 году. Строился он, на самом деле, три года. 20 тысяч рабочих работали над этим проектом. И стоимость строительства была около 3 миллиардов долларов, что делает Эмиратс Палас одним из самых когда-либо построенных дорогих отелей в мире. В отеле есть свой личный пляж длиной в 1 километр 300 метров. Есть два крыла, которые мы распределили как восточное и западное, и центр отеля, где находятся наши трехкомнатные Палас Люксы, размером в 680 квадратных метров. Всего у нас 394 номера. По месторасположению мы находимся в центре города Абудаби, рядышком с президентским дворцом. Я думаю, возможно, вы слышали о том, что несколько лет назад, это вот одна из новинок в Абудаби, и что президентский дворец стал открыт для посещения. Поэтому очень много гостей уже его посетили, очень много туристов хотят туда попасть, там делают чудесное лазерное шоу, и это буквально через дорогу от нас. Мы находимся в 20 минутах езды от Лувра, в 20 минутах езды от мечети Шейхзайда, около 25 минут от парка Феррари и аквапарка Яс Уотер Волд. До аэропорта 35 минут. Итак, в январе 2020 года мы стали частью Мандарина Ориентал, и сразу же мы не сидели без дела, занялись реновацией. На данном этапе я рада вам сейчас сообщить, что восточное крыло у нас уже открыто, мы уже селим гостей, уже получаем положительные отзывы, и тем временем реновируем наше западное крыло, которое будет открыто уже в октябре этого года, когда мы станем официально с веером Мандарина Ориентал отеля. И я вам покажу сейчас, как выглядят наши новые номера. Это самая стандартная категория под названием Deluxe. Мы ее распределили в зависимости от вида из номера. Есть Deluxe с видом на город. Это вот именно фото представлено номера этой категории. Также есть Deluxe с видом на сад и с видом на море. Каждый номер 55 квадратных метров выполнен в светлых тонах, с яркими элементами. Максимальное размещение – это 2 плюс 1. Эти категории могут быть коннектами. Я знаю, насколько важно именно для казахов получить коннекты, поэтому всегда дайте знать, пишите мне, я вам с удовольствием их смогу подтвердить. Коннект всегда King Size Bat с твином. Также мы добавили новую категорию, поскольку был огромный спрос. Эта категория находится на первом этаже. У нее есть отдельная терраса. И она очень удобна тем, что есть прямой доступ к пляжу. То есть гостям нет необходимости выходить через отель, через крыло отеля. Они могут через террасу выйти на пляж, что очень удобно. Поэтому мы ее сделали как отдельную категорию. Называется Deluxe с террасой. Также есть коннекты. Только в этой категории мы можем сделать коннект King Bat плюс King Bat. Размещение одинаково с другими категориями Deluxe 52 плюс 1. Таких номеров у нас 38 всего, поэтому успейте забронировать, спрос очень большой. Далее, я думаю, вы знакомы с этой категорией. Ранее она называлась Halish Suite и Halish Deluxe Suite. Сейчас мы переименовали, поэтому эта категория называется Seaview Suite. А бывшее название Halish Deluxe Suite мы переименовали на Panoramic Seaview Suite. Очень классная категория, 110 квадратных метров. Размещение может быть 2 плюс 2. Между спальней и гостиной есть отдельная дверь, что дает чувство приватности в случае размещения семьи. Для больших семей два люкса могут быть соединены. Panoramic Seaview Suite, к сожалению, у меня нет еще фото. Мы сейчас делаем фотосессию. Я думаю, в ближайшее время я смогу с вами поделиться. Но эта категория очень удобна именно для больших семей. То есть в Panoramic можно разместить 2 плюс 2 и плюс Seaview Suite. В нем также можно разместить 2 плюс 2. Имеется отдельная терраса в каждом из номеров. По ресторанам. На самом деле у нас их 11. Я выделила два основных, которые мы только открыли буквально несколько месяцев назад. Первый – это ресторан «Толея». Это итальянская кухня, открыт он знаменитым шефом, звездами Мишлен. Зовут его Антонио Гвидо. Он представлен на фото. Шеф славится тем, что он открывал ресторан «Сета», который находится в Мандарин Ориентал Милан. И сразу после открытия, через 4 месяца, они получили первую звезду Мишлен, а через год – вторую. Поэтому, когда было принято решение в Эмиротспалес открывать именно итальянский ресторан, не было сомнений, кто же будет самым главным шефом. Вот такой вот ресторан, очень уютный. На фото это не рендер, это настоящее живое фото. Выглядит он так. Есть также отдельная комната для приватности, в случае, если гости хотят отдельно поужинать. Далее ресторан «Виндом». Я думаю, вы с ним знакомы. Это там, где ваши гости отправляются на завтрак. Также мы предлагаем обед, ужин. Шведская линия, реновированный ресторан, абсолютно новый. Новая также команда, очень много блюд добавилось. Обширный выбор блюд всех стран. Делаются дни различных кухонь, где идет акцент на определенную кухню. Положительные отзывы о завтраках вы однозначно получите от ваших гостей, поскольку во время завтраков мы сервируем напитки, такие как маргарита, просека, кровавая мэри, беллини. Поэтому ваши гости всегда будут довольны своим проживанием в Эмирец Палас. Вот так вот он выглядит. Здесь несколько фото. Есть также отдельная терраса, где открывается изумительный вид на море. С утра во время завтрака в около 7 утра можно также наблюдать дельфинов проплывающих. О досуге. Я думаю, вы наслышаны о нашем тенте с верблюдами. Очень много фотографий в Инстаграм. Все гости их очень любят. У нас проживает там бедуин на постоянной основе. Есть сейчас два верблюда, иногда три, когда малыши появляются. Вот они также у нас проживают. Это абсолютно бесплатная услуга для ваших гостей. Это как дополнение к проживанию в Эмирец Палас, где они могут познакомиться с культурой ОЭПа ближе. Бедуин всегда приглашает гостей на ароматный чай, кофе, финики, рассказывает им истории на ломаном английском. И, конечно, очень много положительных отзывов от гостей мы получаем на ежедневной основе. Наши кабаны. У нас их 8 на данном этапе. Мы также планируем открыть еще дополнительные 8. Водные виды спорта. На самом деле у нас есть сейчас абсолютно все, что могут ваши гости пожелать. У нас также имеется 4 теннисных порта и 4 пэдл-тенниса. Последние два мы только недавно открыли. Несколько месяцев назад они находятся рядышком с каяками на пляже. Поэтому именно ценители этого тенниса будут очень рады такому дополнению. По бассейнам. У нас их несколько. И они находятся в двух крыльях отеля. Вот западное крыло. Там находится бассейн, который изображен на фото. Мы его называем семейным бассейном. Потому что все гости с детками, они обожают именно эту часть отеля. Там есть водные горки, есть ленивая речка, есть водопады, детская площадка. И теннис с верблюдами находится в пешей доступности, что очень удобно. Поэтому гости с детками всегда отправляются в западное крыло. Обязательно рекомендуйте. Дети всегда довольны. В восточной же части она более привлекает гостей, которые предпочитают спокойный отдых. Там у нас есть гамаки, есть бар, зона джакузи. Поэтому гости, которые любят спокойный отдых, они отправляются именно в восточную часть отеля. Здесь также я собрала несколько фактов. Расскажу об одном таком интересном. Я думаю, многие из вас о нем не слышали. У нас на территории отеля есть своя пасека. Мы собираем мед. 450 килограмм меда ежегодно. Который мы сервируем на завтраках для ваших гостей. А также мы используем его в приготовлении десертов. На этом у меня по презентации все. Но хотелось также сказать, что на данный момент мы делаем спецпредложение для Fun & Sun. Это около 30% скидки. А также включен half-board, полупансион. Полупансион может быть использован как обед, так и ужин. Это может быть как ресторан Виндом, так и мы делаем опцию Dine Around. То есть гости могут отправиться в один из шести ресторанов. И там ждет различное сет-меню, которое они могут использовать. На этом у меня все. Сегодня я вас...